Итак, в прошлом уроке мы с вами сделали конфигурацию для загрузки наших файлов Для того, чтобы мы загружали файлы, картинки для определенных категорий И теперь нам необходимо воспользоваться данной конфигурацией Как мы это будем делать? Для начала нам необходимо перейти в файл роутов для категорий То есть мы сейчас находимся в файле роутов и категории, именно здесь Мы знаем, что если мы вызываем метод post, который позволяет нам создавать определенную категорию То мы будем с ней загружать картинку И то же самое мы будем делать, если мы вызываем метод patch Теперь как мы будем использовать объект конфигурации, который мы с вами создали Ну, все довольно-таки просто Мы просто подключаем Давайте только здесь паспорт перенесем наверх Чтобы у нас были библиотеки с библиотеками, а наши скрипты с нашими скриптами Здесь мы подключаем переменную upload С помощью конструкции require И далее нам необходимо выйти из папки, перейти в папочку middleware и подключить определенный middleware upload Далее нам необходимо воспользоваться данным uploadом как middleware То есть не зря мы положили именно в данную папку Допустим, мы вначале будем тестировать именно метод create Значит, после того, как мы указываем определенный URL адрес В нашем случае это просто слэш Мы можем через запятую указать middleware upload Поставив здесь запятую И у данного объекта мы можем вызвать метод, который называется single Для того, чтобы вызвать Точнее, просто указать, что мы будем загружать здесь всего лишь один файл И в качестве параметра в данную функцию мы можем указать название данного поля, которое мы будем отправлять То есть в нашем случае это будет название, например, image Так, теперь отлично Мы можем скопировать вызов данного upload И вставить это все в также метод patch Для того, чтобы оно совпадало Теперь, далее Нам необходимо реализовать все в контроллере То есть проверить, как все это работает В этот раз мы уже будем все проверять Потому что предыдущие запросы были довольно-таки простые Но с загрузкой файлов всегда сложности Переходим в метод create Делаем функцию асинхронной И далее в try мы создаем новую категорию В принципе, мы можем создать ее где-нибудь и повыше Допустим, здесь создаем новую категорию С помощью конструкции new В конструктор данной модели, которую мы подключаем выше Мы с вами передаем нужные нам данные То есть у самой категории у нас есть поле name Допустим, request body name У нас есть поле user, как и у любой сущности То есть это у нас request user id И у нас также у каждой категории Давайте посмотрим, что у нее есть Есть также поле, которое называется image.src Где мы должны хранить путь до нашего файла И благодаря тому, что мы используем с вами пакет mauter Мы знаем, что путь до файла, который мы с вами загрузили Если он есть, будет находиться в переменной Которая называется request file Здесь мы описываем параметр image.src И дальше проверяем Если в объекте request file что-либо есть То есть загрузка файлов у нас будет необязательной Поэтому мы проверяем Если мы файл загрузили То в таком случае мы будем добавлять в переменную категорию Путь до этого файла Который хранится в переменной request file path А иначе мы будем добавлять здесь пустую строку Теперь давайте посмотрим, что мы можем с этим сделать Дальше мы ждем, пока у нас сохранится категория Категория save И если все хорошо, то мы будем отвечать с помощью метода response Статус 201, потому что мы с вами создаем что-то И дальше с помощью метода JSON мы отправляем категорию Ну что ж, все вроде выглядит неплохо, но теперь нам нужно все это протестировать Для этого давайте мы сделаем следующее Значит, момент нам не нужен Во-первых, мы зайдем в mlab для того, чтобы проверять, что у нас вообще происходит в базе данных Пока что у нас здесь ничего нет, кроме юзеров В принципе, это ок Далее, значит, нам потребуется postman Здесь мы будем создавать определенную категорию, поэтому мы будем отправлять метод post Далее, значит, хедры нам здесь не нужны Удаляем все, что нам здесь не нужно Просто удаляем это все Смотрим в body Что нам здесь нужно в body Нам нужно выбрать здесь form data То есть мы будем отправлять некоторые картинки Поэтому мы используем именно форм data И далее давайте смотреть, какие параметры нам нужны Допустим, первый параметр у нас называется name И значение у него будет, допустим, test cat name Ну, примерно таким образом Так, юзера нам нужно добавить Да, к сожалению, юзера нам действительно нужно добавить Который у нас добывается именно из хедеров Поэтому давайте мы, наверное Да, то есть юзер нам действительно нужен здесь Поэтому нам нужно добавить все-таки будет токен Для этого давайте мы зайдем в метод login И далее просто нажмем send Для того, чтобы получить нужный токен Но мы получим ошибку, потому что у нас не запущен сервер В принципе, логично Здесь мы пишем команду npm run server Так, все запустилось Переходим обратно в postman Отправляем запрос Получаем наш токен Копируем внимательно все Ctrl C Далее переходим в хедеры Здесь мы добавляем новый хедер Authorization И value у него будет То, которое мы скопировали И теперь давайте смотреть в body дальше Значит, юзера мы уже получили через хедеры И теперь нам необходимо добавить переменную image Да, потому что мы называли ее именно image Здесь вот upload image Далее мы должны выбрать здесь не текст, а файл И далее нам нужно загрузить какой-нибудь файл Давайте, допустим, в гугле найдем какой-нибудь cat image Допустим, такую картинку кота Не очень большую Открыть в новой вкладке Так, открыть картинку в новой вкладке И давайте сохраним картинку как Рабочий стол, просто cat Так, отлично Теперь мы можем в постмане выбрать новый файл Cat Открыть Cat мы здесь получили И теперь давайте нажимать send Так, что-то, по-моему, пошло не так Как обычно это бывает с загрузкой файлов Поэтому давайте смотреть Country property ID of undefined Все это находится у нас в методе create На строчке 38, на позиции 20 Давайте смотреть Метод create 38, позиция 20 Значит, он не может определить, что такое у нас request user Ну, давайте смотреть Значит, первое, что мы можем сделать Мы можем набирать console.log request user Нажимаем ctrl-s Монго дб обновилась Давайте отправим встанову запрос Send Так, ага, и здесь мы получаем undefined Это означает, что у нас В поле request user ничего не найдено То есть паспорт нам этого не добавил Здесь может быть несколько ошибок Значит, либо мы неправильно написали Header Который заканчивается на g И 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 на g Давайте попробуем сделать еще раз Send Для того, чтобы получить новый токен Скопируем все содержимое Просто еще раз убедимся, что у нас нет никаких ошибок в этом Так, это вставляем Окей Cancel request Отправляем еще раз Так, ну, судя по всему, действительно он не находит этого пользователя Потому что он каждый раз выдает undefined Окей, давайте смотреть, что у нас с этим не так Значит, мы переходим в паспорт И смотрим, значит, что здесь могло у нас пойти не так Где мы ошиблись Так, значит, у нас здесь есть extract gvt from out of header Кажется, я знаю, на самом деле, где может быть ошибка Даже это, наверное, не ошибка Все дело в том, что мы с вами сейчас обрабатываем пост запрос Мы с вами добавили некоторый middleware в виде загрузки файлов Upload single image Однако Паспорт, он будет парсить Header auf Только в том случае, если мы добавляем эту защиту на наш road Сейчас, если вы обратите внимание на первый запрос Мы добавляем эту защиту В виде такого middleware И в запросе get, по идее, все будет парситься Однако в других запросах нет В дальнейшем нам нужно будет добавить на все наши запросы вот такую вот защиту Пока что мы этого не делали Но раз уж нам пришлось, то давайте сразу все это добавим То есть будем просто так вот писать Добавляем middleware Скорее всего, действительно, из-за этого была ошибка Теперь давайте, допустим, перейдем вниз консоли для того, чтобы убедиться, что все хорошо Значит, и давайте смотреть Отправляем еще раз send Так, и все выглядит точно даже неплохо на самом-то деле Давайте смотреть в консоли Отлично Во-первых, действительно, мы правильно нашли с вами ошибку То есть у нас в консоль вышел объект Который мы с вами консолили Да, собственно говоря, таталогия получилась Это у нас request user В request user у нас хранится поле id Да, где у нас есть id пользователя И его email Это уже хорошо Значит, этот консоль мы можем с вами удалить Далее Давайте смотреть, что нам ответил сервер в принципе Значит, сервер нам ответил, что id пользователя у нас такое Значит, она заканчивается на 7f0 Давайте смотреть, что у нас в базе по пользователям У нас есть один пользователь У него действительно id 7f0 Это очень хорошо Далее, значит, название категории test Категории name Давайте смотреть в MLab, что у нас все это есть У нас появилась новая коллекция категории Заходим в нее Так, и действительно, у нас здесь есть поле name Test cat name Есть какой-то id И есть, во-первых, user, да, то есть нужным нам айдишникам И есть, конечно же, image src Вот с таким вот адресом картинки Давайте смотреть, что, собственно, с этой картинкой у нас происходит в коде Сохранилась ли она Значит, смотрим код И, как вы видите, мы здесь получаем, в принципе, уже 4 разных картинки Которые мы с вами до этого загрузили То есть, в принципе, у нас все работало Единственное, что дальше не проходил код Давайте посмотрим самую последнюю То есть, мы можем по данным цифрам определить дату, когда все это было сделано В моем случае это 3 мая 2018 года 22 часа И вот самое последнее получается вот это То есть, это 22 часа, 25 минут и 52 секунды Если посмотреть, что это за картинка То это вот наш котик Здорово В принципе, так, давайте посмотрим по цифрам Значит, это 827 Что у нас написано в базе 827 Это означает, что эти три картинки мы можем удалить То есть, они у нас лишние И теперь еще важный момент Значит, нам, в принципе, мы получили как бы доступ к То есть, мы правильно, во-первых, сделали логику сохранения картинок Они правильно у нас забиваются в базу данных Но теперь нам важно понимать, что мы можем получить данную картинку с сервера Для этого нам нужно добавить еще некоторый функционал Значит, давайте перейдем в файл app.js Так, и здесь, допустим, после конструкции app.use Давайте мы напишем следующее Значит, мы будем использовать новый плагин И будем говорить Когда мы будем обращаться с помощью нашего клиента к папочке uploads То в таком случае мы будем с помощью экспресса Делать данную папку статической С помощью метода static И говорить сюда, приводить параметр upload По идее, это даст нам возможность получать доступ к картинкам напрямую Что впоследствии как раз-таки нам и нужно будет сделать на клиентской части нашего приложения Теперь давайте попробуем это проверить Значит, сервер у нас запущен Переходим в браузер Я копирую данную ссылку Далее перехожу на localhost 5000 Далее, значит, вставляю просто то, что у нас здесь есть Название картинки Единственное, что я меняю эти два слэша на обычный слэш И теперь, по идее, мы должны получить картинку Если мы зайдем на данный URL Как видите, все работает Нам сервер прекрасно отдает нужную нам картинку И, в принципе, это то, что нам и нужно было сделать То есть мы успешно с вами протестировали Как у нас идет загрузка картинки на сервер Мы получаем к ней доступ И, в принципе, правильно формируем все запросы И правильно все это делаем внутри базы данных Это очень здорово В принципе, тогда нам остается сделать последнюю штуку для категорий Конкретно это update категория Для этого давайте мы с вами перейдем обратно в контроллеры категория И реализуем последний метод update Здесь, собственно, что мы будем делать В методе try мы с вами создадим категорию Она будет у нас определяться с помощью ключевого слова await Не забываем, что мы здесь должны добавить метод async Далее, значит, что мы сделаем Мы должны обратиться к модели категории И, в принципе, вначале найти нужную категорию И после этого уже обновить ее с новыми данными Значит, обращаемся к модели категории Далее, у каждой модели есть, как я уже говорил, мы рассматривали метод find one and update Сюда мы передаем некоторые параметры Значит, первый параметр — это объект, где мы вытаскиваем нужную нам категорию по ID Request params id В принципе, это мы уже с вами рассматривали Данный параметр, он берется у нас из роутов То есть отсюда, когда мы вызываем этот патч Далее, значит, нам нужно будет Изменить нужную нам категорию, найденную С помощью новых данных Здесь мы пишем $set И здесь мы пишем updated Пока что данного объекта нет Давайте мы его просто создадим пока пустым Const updated равно пустой объект И третьим параметром мы указываем параметр new true Для того, чтобы мы изменили категорию Только после этого уже ее получили в коде Так, await мы не забыли И теперь нам все, что остается сделать Это просто ответить обратно клиенту То есть мы говорим, что статус 200 И JSON у нас идет с параметром категория Теперь последнее, что нам нужно сделать Нам нужно просто сформировать объект updated То есть добавить те новые данные, которые мы изменяем в нужной нам категории Здесь первым параметром мы добавляем поле name Которое добывается у нас из поля request Body name И далее мы проверяем Если у нас есть в объекте request Объект file То в таком случае мы Объекту updated И его поле image src Да, то есть которое должно совпадать с названием ключей в нашей модели Просто говорим, что Оно у нас равняется Переменный файл Request file path Примерно таким образом И после этого, соответственно, мы уже добавляем данный объект updated Как новые данные для категории И все это сохраняем На этом, в принципе, мы полностью завершили опять же логику для всех категорий Конечно же, это было немножечко сложно Но мы успешно справились И в дальнейшем мы уже в этом убедимся А на этом у меня все Субтитры создавал DimaTorzok